Всем привет! Меня зовут Инесса, добро пожаловать на мой канал! В этом видео я вам расскажу, будет ли туризм в Тунисе. Я уже делала подобное видео, я рассказывала вам про карантин, как проходит он в Тунисе. И в этом видео очень много людей мне написали в комментариях, что, пожалуйста, сними еще одно такое видео, ну, немножко поконкретнее, будет ли туризм или нет. В этом видео я вам расскажу, какая сейчас ситуация и отвечу вам на ваши вопросы. Если вам интересно, то смотрите это видео до конца. Итак, сегодня 3 июня, когда я снимаю это видео. На данный момент такие новости. То, что с 4 июня, то есть с завтрашнего дня, страна открывает свои двери, открывает свои границы между другими городами. И я имею ввиду внутри Туниса. Потому что на данный момент я проживаю в городе Сфакс. И, например, я не могу поехать в Махдию, я не могу поехать в Супс, я не могу поехать в Хамамет. Потому что на это необходимо специальное разрешение. По какой-то главной причине вы можете поехать в эти вот города. Получается, внутри страны местные жители могут уже делать внутренний туризм. И с 4 июня все отели, все музеи, все мечети, все другие какие-то афе, детские площадки, все с 4 июня будет открываться. Получается, люди возвращаются к прежней нормальной жизни. Конечно же, необходимо учитывать то, что маски, спреи для рук, дистанция в 1,5-2 метра, она будет существовать. Поэтому только вот в таких случаях нас допускают к нашей прежней жизни, но с такими вот условиями. На данный момент у меня находится сестренка из Казахстана. Она вот уже пытается несколько раз вылететь с этой страны, и она не может. Почему она не может? Просто потому, что просто нету никаких рейсов. Получается, самолеты не летают. Конечно, они летают, но летают в плане того, что это чрезвычайная ситуация, ЧП, людей надо эвакуировать с других стран, с других городов. Только вот в таких случаях летают самолеты. А вот так вот, как прежние мы летали, мы так не можем летать. Поэтому государство Туниса и воздушные компании, такие вот, например, как Тунис Эйр, они сказали то, что 14-15 июня откроется небо и начнутся международные вылеты. Но в интернете, вот на днях я опять прочитала то, что все-таки это не будет ни 14-го, ни 15-го, а открывается все это примерно 25-го, 27-го июня. Получается, с этих чисел 25-го и 27-го июня начнутся международные рейсы, и туристы начнут приезжать к нам. Начнут приезжать те туристы, которые будут находиться рядом с Тунисом. Например, как Алжир может там заехать к нам, Франция, например, потому что 2 часа от нас там, Италия, например. Вот такие вот близкие страны, которые граничат с Тунисом, они первые въедут к нам сюда. Насчет России, конечно, ситуация вообще не чиста, не ясна. Хотя Тунис ждет российских туристов, но в России неизвестно, когда откроются границы. В интернете вы можете прочитать то, что говорят это с конца июля до сентября месяца. Может быть, оно вообще будет все закрыто. Поэтому с Россией ситуация не ясна. Например, я из Казахстана. С Казахстаном тоже сейчас ситуация не ясна, когда будут открываться для местных жителей. Ну и точно так же там для туризма, да, например. Поэтому в мире сейчас ситуация настолько не ясна, и вот эти вот даты, они вот так вот постоянно откладывают. Но я думаю, что дай бог, чтобы уже это была окончательная дата, что с 25-го, с 27-го июня начнется туризм в Тунисе. И, наконец-таки, начнут летать самолеты. В общем, это такие вот новости по поводу самолетов. Теперь немножко расскажу, как планируют проводить туризм. Здесь, на территории Туниса. Да не только в Тунисе, в Египте, в Турции будет практически аналогично. Всем сказали, что отели можно заполнять на 50%. Получается, не будут заселять людей, вот так вот, вы знаете, в каждую комнату. Заселять людей будут через комнату. При этом, если вы идете отдыхать на пляж, шезлонги будут устанавливаться в 2-3 метра друг от друга. Единственное, если вы отдыхаете с членами семьи, то вы можете находиться рядышком. Также говорят, что необходимо будет увеличить медицинский персонал, технический персонал в отеле, чтобы еще больше, еще чаще проводилась уборка в комнатах и дезинфекция. Поэтому в этом плане, я считаю, что это очень круто, что, несмотря на такую вот страшную вот эту вот пандемию, которую мы провели в течение вот этих трех месяцев, как бы все равно людям позволят немножко отдохнуть. Ну и при этом будет все по правилам в плане дезинфекции, все будет как надо. По американской статистике, Тунис попал в седьмерку лучших стран мира, куда безопасно сейчас приезжать на отдых. Почему такая статистика? Да потому что заболевших коронавирусом было здесь очень маленький процент. Со всей страны было всего лишь 1082 заболевших, из них всего лишь 48 человек скончалось от этой болезни. Это очень безопасная страна в плане вируса, куда можно приехать и можно отдохнуть. Если у вас была путевка на начало июня, я думаю, то что ваши туроператоры, они могут продлить ее на конец июня, на начало июля, тем самым вы не потеряете свою путевку. И также я хотела бы заметить, местные жители, тунисцы, начинают плавать, начинают купаться в ихнем море в июне, июле, августе и сентябре. Хотя в Тунисе считается туристический сезон с апреля месяца по октябрь, да. Но в апреле, мае достаточно холодно, октябрь уже тоже достаточно холодно, поэтому не все люди купаются. Это нужно знать, это нужно быть таким моржом, чтобы полезть в холодную воду. Или же это будет просто отдых в отелях, потому что немножко цена здесь будет ниже, чем в обычные жаркие классные дни. Поэтому путевка в такие вот холодные месяца будет значительно ниже, но при этом вы можете насладиться солнцем, фруктами и теплой водой в бассейне. Поэтому выбирайте для себя ваш лучший месяц, когда вам комфортно отдыхать. Каждый месяц по-своему хорош в Тунисе, потому что здесь круглый год солнца, круглый год просто море, изобилие вкусных свежих фруктов. Я думаю, что каждый из вас заценит это. Поэтому я надеюсь, что я ответила вам на ваш вопрос, то что кого-то я, может быть, даже и обрадовала. На моем канале есть отдельный плейлист про Тунис, где я рассказываю, где я показываю, как живут здесь местные жители, либо какие-то интересные туристические места. Поэтому, если вам интересно посмотреть другие видео про Тунис, то добро пожаловать на мой канал. Желаю вам всем хорошего настроения, яркого солнечного лета, всем вам хорошего отдыха и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok